МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И в этом выпуске. Я гражданин Российской Федерации. В Чебоксарах прошел финал Республиканской Олимпиады среди старшеклассников. Только раз в году Таван Радио отмечает день рождения. Спорт сильных. В Чебоксарах разыграли награды Кубка России по женской вольной борьбе. На еженедельном совещании главы Чувашии сегодня обсудили, как работала промышленность 11 месяцев и насколько исполнен бюджет республики. Опасения по поводу того, что экономика республики будет испытывать серьезные трудности в 2015 году в целом не оправдались, заявила на совещании глава Чувашии. Михаил Игнатьев отметил, что год завершается неплохо. По данным Министерства экономического развития, индекс промпроизводства за 11 месяцев составил 95%. К концу года специалисты прогнозируют почти 97%. Рост обеспечили пищевая, химическая, целлюлозно-бумажная промышленности, производство резиновых изделий и металлургия. Успешно идет реализация программы импортозамещения. Происходит не только комплексное импортозамещение конечного продукта, но уже мы внутри этого продукта заменяем импортные комплектующие. Хотел бы привести ряд примеров. В частности, завод «Химпром» наш, резиновые химихаты, используемые в шинной промышленности и сегодня заменяют производители Китая и Словакии. Ткани спецпецназначения ранее производились на Украине, сегодня это производители предприятий Чувашской республики. Восковольтные частотно регулированные приводы, если раньше поставляли «Симонс», «Ташиба» и «ББ» в адрес «Транснефти», то сегодня это электропарадный завод. Завод «Электроприбор» заместил таких производителей, как Ереванский, Харьковский ралейный завод. Наши предприятия, многие сегодня поворачивают крен в сторону оборонки. Это, прежде всего, электротехнический классер, и не только судостроение, там и ПВО, там и авиация. И поэтому я думаю, что следующий год, несмотря на сложности и трудности, он у нас ожидается более эффективный, чем 2015 год. С ростом в полтора процента к уровню аналогичного периода прошлого года, по данным Министерства финансов Чуваши, исполнен и республиканский бюджет – 33 миллиарда рублей. По собственным налоговым и неналоговым доходам в объеме 19,5 миллиардов. Снизился уровень безвозмездных поступлений на 400 миллионов рублей. Есть проблемы с освоением бюджетных средств. Не осваиваются субсидии с федерального бюджета. Это на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, взятыми малыми формами хозяйственной, на сумму 91 миллион рублей. Если в 2014 году было взято кредитов малыми формами около 3,5 миллиардов рублей, то в 2015 году полтора миллиарда. То есть перекредитованность очень высокая, здесь никуда и денемся. В Дорожном фонде освоено только 7% выделенных на строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса «Ясно». Почти половина выделенных средств затрачена на строительство и реконструкцию автодорог регионального и межмуниципального значения. Основные затруднения возникают при подготовке документов и несвоевременном обеспечении софинансирования. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Доброхотова, до конца года большинство средств должны быть освоены. Татьяна Молкова, Егена Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Глава Чувашия сегодня провел коррадиционное совещание по противодействию коррупции и обеспечению правопорядка. Как в Республике борются с наркотиками и контрафактным спиртным, и можно ли предупредить отдельные преступления в этой сфере? С начала этого года наркополицейским в Республике удалось пресечь деятельность сразу трех крупных группировок. Уничтожены сотни килограмм психотропных веществ. Но у этой позитивной статистики есть и обратная сторона. В сферу незаконного оборота наркотиков все чаще начали привлекать несовершеннолетних. Несовершеннолетними совершено 68 наркопреступлений, это по нашим данным, что в два раза больше, чем это составило уровень прошлого года. Организована работа по постановке на профучет лиц, которым назначено административное наказание за незаконный оборот наркотических средств. Всего у нас по нашим сегодняшним учетам стоит 342 лица. Необходимо активизировать совместную работу через комиссии по делам несовершеннолетних, комиссии по профилактике правонарушения медведов, межведомственная группа, экспертные советы. Организовать работу точно на местах с каждым несовершеннолетним, который попал в поле зрения. Необходимо бороться активно и с распространителями контрафактного алкоголя. Бутылки элитных коньяков и виски, внутри которых содержится метиловый спирт, начали реализовывать и в Чувашии. Отличить эту продукцию от настоящей, невооруженным глазом невозможно, но оградить потребителей от псевдоалкоголя все же необходимо. Рынок-то он открытый, мы не защищены, тоже живем в едином представленном России, Российской Федерации, но наша задача не наблюдать за этими процессами, эффективного взаимодействия мы должны принимать меры. Какие? Прежде всего формировать общественное мнение. Где люди должны покупать, где должны приобретать. Во-вторых, соответственно, если есть где-то какие-то точки, своевременно представлять эту информацию соответствующей правоохранительным органам. Продолжают в республике бороться и с так называемыми «разливайками», которые работают под видом кафе. Далеко не все заведения такого типа соответствуют принятым санитарным нормам. Правительство Чувашию выступило с инициативой ужесточить правила получения лицензии в сфере общественного питания. С данной федеральной инициативой мы вышли в наше Министерство экономики Российской Федерации, в УРАР, в плане дополнения пакета документов при предоставлении заявлений на получение лицензии. Будет в отношении именно услуг общественного питания, будет разрабатываться новый федеральный закон, и эти требования, безусловно, там будут учтены. Но реализовывать контрафактный алкоголь помогает и всемирная паутина. Интернет изобилует предложениями по доставке прямо на дом спирта, содержащей продукции. В Министерстве экономического развития предлагают блокировать подобные сайты. Необходимо наладить тотальный контроль изофурами, которые перевозят алкоголь. Алкоголь под маркой Абакарди. Большой партий везен на территорию Чувашской республики Московской области, на грузовом автомобиле, в опломбированном кузове. Снега отметит, что на подобном образе на территории своих морд, конечно, и другого. Другое зелье ввозится. В Доме правительства сегодня подвели итоги работы и члены комиссии по противодействию коррупции. Нарушения при осуществлении государственных закупок и представления земельных участков все еще встречаются. Но они не носят уже массовый характер. Нарушения характеризуются ненадлежащим описанием заказчикам функциональных, технических, качественных характеристик объектов закупки, установлением некорректных требований к товарам, работам, услугам, вводящих заблуждение участников закупки. В республике пересекаются и преступления при расходовании средств, выделенных на реализацию государственных программ. Наибольший объем выявленных нарушений связан с использованием средств, направленных на строительство, капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы, жрешно-коммунального хозяйства и дорожной работы. В суммном выражении указанных нарушений составили 226,5 миллионов рублей. Михаил Игнатьев отметил, что республика стала пилотным регионом по борьбе с коррупцией в Привовском федеральном округе. Безнаказанным не остается ни один правонарушитель вне зависимости от его статуса и регалий. Сергей Петров, Дмитрий Ковалев, Олег Якимов, Республика. Проблемы задолженности муниципалитетов за потребленный природный газ и электроэнергию обсудили на видеоконференции с главами администрации. В повестке дня были и другие вопросы. С начала топительного периода задолженность только за газ увеличилась на 29%. Около 50% или более 407 миллионов рублей в общей сумме задолженности приходится на коммунальные технологии, платежная дисциплина, которая значительно ухудшилась за последние два года, и рост к уровню прошлого года составил 2,7 раза. Задолженность бюджетных учреждений составила 12,4 миллионов рублей. Несмотря на постоянный контроль со стороны органов власти и республики за решением вопроса погашения администрациями муниципальных образований задолженности за природный газ, уровень расчетов, к сожалению, остается низким. Более 10 раз этот вопрос обсуждался на различного рода совещаниях. Были составлены графики выплат. Но только пять муниципалитетов согласовали план погашения задолженности. Значительная сумма просроченной задолженности сохраняется за администрациями и теплооснажающими организациями. Это Вурнавского района сумма просроченной задолженности 6,8 миллионов рублей. Следующий слайд, пожалуйста, покажите. И Брестинского района 9,9 миллионов рублей. Козловского района более 21 миллионов рублей. Марпасадский район 20 миллионов рублей. Цивильский район 5,6 миллионов рублей. Город АлатРа более 90 миллионов рублей. Город Канаш более 71 миллионов рублей. И город Чебоксары задолжен с коммунальной технологией, как я уже говорил, более 407 миллионов рублей. Не снимая с себя ответственности за сложившуюся ситуацию, глава ведомства все же напомнил, что графики погашения долгов разрабатывают муниципалитеты совместно с теплооснабжающими организациями. Они же и должны направить их для согласования в Газпромежрегион Газ Чебоксары. Министр экономического развития доложил о работе многофункциональных центров. На сегодня в республике функционирует 28 МФЦ, где работает 191 окно. Еще 218 открыты в модельных библиотеках. Серьезной проблемой остается кадровое обеспечение МФЦ. Специалистов явно не хватает. Участники совещания обсудили тему неформальной занятости населения. Более 162 тысяч жителей республики трудоспособного возраста работают по серым схемам. От них не поступают отчисления в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования. Республиканский бюджет недополучает примерно полтора миллиарда рублей в год. Татьяна Молкова, Республика. Уже четвертый год подряд в День Конституции в Чувашии проводят финальный этап Республиканской Олимпиады среди старшеклассников «Я, гражданин России». В задание заглянула наша съемочная группа. Из каких палат состоит федеральное собрание? Какие функции у Госдумы и Совета Федерации? Что можно считать признаками демократического политического режима? Это вопросы школьных этапов Олимпиады. На республиканский попали самые сильные ученики. Называется Олимпиада «Я, гражданин России». Участвуют в ней лучшие школьники со всех районов и городов республики. Зачет проводится, ну, как бы, итоги подводятся как в командном зачете, так и в индивидуальном. Победители получают хорошие призы. Вопросы включают в себя такие разделы, как история государства России, история Чувашской республики. Вопросы, конечно же, есть вопросы по Конституции Российской Федерации. Примерно половина вопросов связана с выборами. Авторы вопросов признаются, задания сложные. Но участники Олимпиады, многие из которых Конституцию читают на ночь, вместо художественной литературы считают, что справиться можно. Я в первый раз участвую в таком конкурсе. Вопросы, на мой взгляд, были не совсем сложными. И мне кажется, очень важно каждому знать об избирательном праве. В будущем я планирую стать юристом. Штудировали учебники и теперь надеются на победу не только будущие юристы. На Олимпиаде я участвую в первый раз. Вопросы довольно простые при должной подготовке. Конституцию знать довольно важно. Для каждого гражданина Российской Федерации, так как это наш основной закон, в котором прописаны все основные статьи, наши права, обязанности. Собираюсь поступать я, конечно, не на юридические, а скорее больше на военную стезю. Некоторые вопросы вызывали затруднения, но в некоторых вопросах я была абсолютно уверена, потому что готовилась по Конституции. Я считаю, что это основы основ, и каждый человек должен владеть и понимать, какие у него есть права и свободы. Итоги Олимпиады подведут 15 декабря. Победители войдут в сборную команду Чуваши и будут представлять республику на подобных соревнованиях в других регионах. На прошедшем в Чебоксарах кубке по женской вольной борьбе отличились россиянки. Наши спортсменки завоевали 23 медали, причем 5 из них выше пробы. Претендовала на золотую награду и представительница Чувашской команды Наталья Гольц. Удалось ли ей подняться на пьедестал, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Масштаб этого турнира превзошел ожидания даже самих организаторов. Трибуны Ледового дворца заполнились до отказа. Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы отметил, чебоксарам в очередной раз удалось провести грандиозный праздник спорта. Действительно, мы увидели то, что хотели увидеть. Мы планировали провести мероприятие, которое бы сочеталось в двух таких идеях, двух смыслах. То есть спорт плюс шоу. Наш вид спорта собрал в одном зале более 5000 зрителей. Это вот прежде всего большое достижение, большой успех. И это все состоялось благодаря тому, что была проведена большая работа, организационная работа во главе с Михаилом Васильевичем Игнатьевым, главой республики Чувашия, его командой мощной. На Кубок России по женской вольной борьбе приехали более 100 спортсменок из 23 регионов и 4 зарубежных стран. Конкуренция жесткая. В составы некоторых команд вошли чемпионки Европы и мира, призеры Олимпиад. По сути, этот турнир положил начало очередному олимпийскому сезону. Данный вид соревнований, вольная борьба среди женщин, включен олимпийский вид спорта. И те спортсмены, победители будут отобраны федерацией, другими органами власти Российской Федерации, уже сборную команду России для участия на Олимпиаде Рио-де-Жанейро. Я благодарен нашим спортсменам. Они просто молодцы, почему я так говорю, потому что 18 девушек сегодня у нас тренируются в сборной команде Российской Федерации. В составе национальной команды в этот раз выступали 8 спортсменок из Чувашии. Но в финал удалось выбиться только Наталье Гольц. Напор своей противницы, пятикратная чемпионка Европы, сдержать не смогла. Монгольская спортсменка не раз выталкивала Наталью за круг, за что и получала заветные баллы. Итог схватки – 1-6. На каждого соперника, как бы настраиваясь на любого, даже если он неизвестный или наоборот очень известный, на любого настраиваясь с полной серьезностью. Но буду, конечно, анализировать с тренером все ошибки. За волю к победе на этом турнире наградили и другую чувашскую спортсменку – Екатерину Краснову. И хотя повторить прошлогодний успех ей не удалось, Катя обещает наверстать упущенное. Но я не буду останавливаться, не буду опускать руки, я буду работать дальше. У нас начинается все сейчас с Ерыгинского турнира, и следующий год я готова работать по полной программе, чтобы попасть на Олимпиаду. Но все-таки российской сборной удалось одержать первое место в командном зачете открытого Кубка страны. Призовой фонд этого турнира составил 120 тысяч долларов. Снижать эту планку организаторы не намерены. В следующем году соревнования по женской вольной борьбе вновь собираются провести в Чебоксарах. Здесь отмечают почетные гости местной власти, уделяют большое внимание спорту. Эффектная точка турнира сильнейших – концертное шоу. На арене Ледового дворца свои хиты исполнила легендарная группа «Бонни М». Мы влюбились в Чебоксары и в жителей города. Дмитрий Ковалев, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков и Игорь Зверев. Республика. Лучшие моменты турнира и схватки за золотые медали. Национальное телевидение Чувашии покажет снова. Повтор телевизионной трансляции Кубка России по женской вольной борьбе вы сможете увидеть 20 декабря в 17 часов 30 минут. Это все на сегодня. Сразу после информационной программы «Республика» смотреть интервью по существу. Гость в студии, профессор Чувашского государственного университета Владимир Васильев расскажет о новом документальном фильме «Чувашия с сибирским характером». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин